ребят и мы в мармарисе по ощущениям много коричневых крыш с черепицей и пока что все доехали с дачи до мармариса господи там такая дорога кого укачивает тарацкая дорога обзор пока рецепшен да ну что можно сказать мы опять в апарт-отеле вид замечательный наличие бассейна если честно нас немножко пугает то что моника оттуда скорее всего не вылезет ребят нам дали номерок как в любом апарт-отеле все есть вытяжка есть плитка есть холодильник есть у нас какой тут на кухне лакшери двойной диван а это тебе уже заправили холодильник да для моники слово это ну один из дешевых апартов с хорошим рейтингом вот так вот так тут у нас комнатка ну все есть тоже комнатка как комнатка этот туалетик такой красивый красный денежки понравится тот красный туалет красный туалет сейчас идем смотреть вечерний мармарис куда-нибудь наверное залезем как всегда обещают 9 часов вечера поющие фонтаны надеюсь они уже работают вот уже пошли в ход гранатике скоро будут зреть ну как скоро вам они к августа зреют если не ошибаюсь хотя он уже такой плотненький ребят все классно поющие фонтаны найдены самая центральная площадь молодежи найдено но единственный нюанс то что я не учла что они поющие youtube же не любит музыку очень монетку бросить а найти я помню ребят сочи лет шесть господи это был такой азарт искание монеток фонтане наверное это русалочка с птичкой очень красиво сделано ребята тут вы рыбачки у нас сидят и на этой ребят площади можно пообедать в любом кафе тут есть все если турецкая кухня мы сейчас недавно проходили также есть макдональдс той стороны еще еще он через дорогу очень много всего ребят мы попали наверно какой-то концерт жалко что нельзя показать будет по видео кстати ребят подписывайтесь в инстаграм и в telegram мы там все в онлайн режиме выкладываем кстати концерт там будет что инстаграм не бадим за это за чужую музыку немножко подсмотрим в центр ой море так близко я не ожидала да прям там море видно ребят мармар избери да если так это у нас речка как вы понимаете мы что-то все никак не можем отойти чуде не сделает как вы думаете я не зачем там делать у меня есть подозрение что эти рыбки умеют фонтанировать просто красиво я просто красиво ребят вышли в центр первое впечатление не знаю куда этот момент из видео вставлю но так какой-то он тут слишком шумный вверху мне показался более уютным с виду очень такой широкий обширный город ого тут еще и пираты водятся ты видел там много пиратов так по левую руку у нас по идее гранд базар то есть все самое туристическое можно туда закопаться вижу огромные улицы а впереди также быть по левую руку у нас достопримечательности кстати мидии продают с лимончиком пёс барбос он наверное такой катаемый на кораблике приветик и кстати я смотрю ребят на карте есть где-то типа дельфины интересно их дельфинам возят или нет неизвестно я церковь перевели как церковь беременной конечно же куда без таких грандиозных кораблей никуда без них сразу пока тут шли все гида говорят на русском такое сразу резонанс по сравнению с бодровым цветхедом как-то так не то видим больше все-таки европейцев а тут видимо много русских судя по всему потому что раз все агентство говорят на русском мне кажется это атрибут каждой лодки что ли собакам каждой этой собакой смотрите на следующий ребят я буду сегодня кажется снимать одних собак да это прям такая самая добрая ребят искали искали караван сараев плутали по улицам он спрятался и нашли не так уж тяжело в принципе есть карта достопримечательностей в интернете поэтому нужно обязательно ей пользоваться и сейчас как всегда будем пытать дениса что тут как сами находится около караван сарая построен в 1545 году сыном самого аж посмотрю султана силимана этот же сын имеет такое интересное название как сулиман великолепный вот многие может даже его знают на данный момент она используется в качестве аренды под всякие кафешечки конечно ты еще одна кошка не знаю с тех времен или нынешних но и кто-то очень много ребят ребят все-таки мы пытаемся найти вход обойти может фото не найдем но тут очень красивые улочки открывается в дверь путешествуемся нас и потому что здесь есть лавки фруктовые здесь мы ходим не дни кстати в другую сторону очень-очень красиво здесь говорит там ничего нету любитель подсмотреть смотри а тут как будто частичка бодрома да или это так старый марморис не обскал частичка бодрома здесь горит частичка каши вот это а этому который наверху слушайте а это наверно можно в караван сарай этот зайти нет это киска кажется нас преследует здрасте здрасте все с нами поздоровались ребята выползаем идем дальше судя по всему тут очень много таких улочек можно плутать плутать что мы с вами будем делать на протяжении всего выпуска с причем по достопримечательствам по уль по улочкам по магазинчикам будем охватывать все и самое интересное по пляжикам но тут прям очень такие крутые лестницы но зато очень красиво просто нереально сейчас повернусь вы обалдеете ребят все в камеру не влазит поэтому будем балдеть ребят постепенно такая улочка не знаю пока денис куда-то ушел с моника давайте полазим все конечно очень красиво стилизовано можно рассматривать детали тут и птичка вам и кувшинчик и что-то тут написано 8 комнат home чего-то там поворачиваемся сюда я здесь жила ты б жил и тут улица усыпанная цветами ой и белоснежная я первый раз по таким улицам иду поэтому падаю обалдеть не планировали сюда ребят сегодня заходить вот видите так получилось и ничуть не жалеем ни о чем не жалеем очень красиво здесь прошу красиво нет даже не знаю как буду резать это видео потому что ничего не хочу вырезать плюс ребят вам два часа смотреть наверное этих цветов сняли миллион раз тоже забыла что мы искали но мы так особо ничего не искали вот это замок кстати мармарис и пойдемте еще гулять здесь вас хотела лишить этой красоты пойдемте посмотрим еще в другую сторону мне кажется тут не менее интересно он настоящий старый мармарис старинная дверь этот дом напоминает старый дом в анталии в центре города такси отреставрировали не знаю где мы ходим ребят это цивилизация это видел ну да в общем из мармариса либо будет неожиданно это неожиданно потекло мармариса либо будет очень много выпусков либо будет один трехчасовой выпуск выбирайте как вы думаете это чей-то частный домик или это уже отели все или это отельчик кисундрица ребята ароматы ванили конечно но мы не нашли то кафе я так понимаю но зато нашли а ничего не нашли я думал тут будет вид с крыши а тут она как-то ничего и нет решили подниться вверх денис утверждал что мы там были я говорю что не были в общем сейчас поднимемся посмотрим приключения ребят поднялись чуть повыше вот отсюда что-то видно уже интересно да фух не зря поднимались теперь осталось спуститься вниз пойдемте вниз и тут еще немножко колючей проволоки порт и крыши такие симпатичные тут даже белье сушится ребят в цвет города что можно сказать там конечно есть очень красивые переулочки есть прям как не знаю как это назвать прям переулочки господи это моя любовь ребят огромное количество переулков вообще что мы просто будем все это время ходить по переулкам все эти несколько дней невозможно не купить что-то с глазом а я возьму и не куплю 360 лир какая-то такая курочка самодельная много курочек и тут ресторанчик не пишите что я делаю обзор ресторанов когда в городе только одни ресторан ребят сейчас с вами находимся рядом с мечетью ибрагима ага была построена 1779 году является одним из самых известных и часто посещаем их достопримечательностью мармариса моника пытается выкопать сокровища около той самой мечети самый старинный делать сокровища в целом атмосферка такая здоровская да я тоже видел там какая-то тетушка белье вывешала старым дальше решеток и всяких эти защитных а кто это тут стоит рядом ты мне говоришь или манече да похож на меня да я даже там даже также держу камеру сейчас тенис там опять нюхать чё-то они они нас снимают ну да ну да и старые дома и мы сейчас ребят смотрели смотрели тут даже есть на третьих этажах решетки и нас это очень сильно смущает говорит что мы здесь были а мы здесь не были ребят вы же не видели этого стула с кошечкой слышите кричит не надо туда смотри да тут это прикольно что-то какое-то домашнее варенье мармарис натурально а тут у нас кошка с рыбкой идеальное сочетание здесь кажется нам сюда не надо мне кажется нам сюда очень даже надо ребят я прям как чувствовала монолайт арт от арт-галерея кстати красивая тетя обалдеть ребята я даже не знаю что показать тут все красиво все расписано и смотрите даже где часть двери есть дабы мне надо там где красиво деньска что он туда не надо как-то ребят напишите что вам сюда надо очень красиво необычно так а если что в полиция очень как-то слишком все в горку высоко это то что если что звонить в полицию очень настораживает но мы идем дальше так ради всех этих улочек я сюда и иду в пахнет обалденно кстати эти цветы надеюсь я вас не очень трясу ребята я тут даже не заметил тут охранник маленький сидит такой важный сейчас находимся у входа в крепостью города мармарис так там вход есть смысле оплачиваемый или там бесплатненько сейчас посмотрим интересно режим работы с девяти до восьми никому не интересно так все наконец-то мы с вами добрались до самой крепости потихонечку же осваиваемся внутри и самое что интересно если с годом основания мармариса у нас до конца все совсем понятно то известно что крепость это была построена 1522 году угадайте кем кем с улейманом великолепным не угадал это кто-то без головы это непонятно женская статуя написано романского периода а это старая якоря обалдеть какие были просто не за сколько метров 5 наверное так и заходим в зал слева всему этот замок не такой большой как в бодруме и обойдем мы с вами его очень быстро кстати по цифру к 2 вот именно то что это кажется большинство экспонатов кстати здесь вот кроме где 7 8 у нас голова от вас относится к романскому периоду интересный экспонат от нас кусочек от статуи вернее даже от меча который был изображен на статуе сама кстати сожалению не сохранилась сидящий жжец фигурка архаический период качество выполнения рук конечно все поражает очень четко все красиво очень много масляных вам мы забрались любят на самую верх башни поснимаем просто виды это правда красиво очень видно весь город направо налево куда лево право потолок а а и и и и и и Уже на закате Марморис. Вид, конечно же, шикарный. Набережная. Достаточно большая, кстати, набережная. Есть где разгуляться. А внизу можем подсмотреть за местной жизнью. Ну, как местной? Скорее всего, отель, кафешки. И огромное количество яхт. Просто огромное. Так, ну, у нас замок такой. Видимо, был бюджетненький. Не такой большой, как, ребят, смотрим на другую сторону и тут вообще обалдеть. Просто круизный лайнер. Мне туда очень надо. Ни разу не была, но я знаю, что точно мне туда надо. Отсматриваем в другую локацию. А что у нас тут? А у нас тут камера. Они за нами наблюдают. Ребят, замок очень понравился, потому что он компактный. Не надо ходить по нему часами. Просто буквально пару минут и все. Смотрите, у кого-то вид с видом на замок. Здорово. Даже не знаю, где лучше жить. В замке или в доме с видом на замок. Ребят, отсюда тоже красиво. Я могу снимать это вечно, кажется. И тут у нас тоже красиво. Вот вы удивитесь, но тут тоже красиво. Так, и у нас вот туда набережная. Так, о, колесо обозрения вижу. Какой-то, видимо, местный парк. Набережная-набережная. Ну, это тоже такое более... О! Че это домик? Ну, лайнер шикарный, конечно. Ребят, если был бы Денис, бы он прочел бы нам, что тут интересно написано. Ну, мне кажется, это надгробие, во всяком случае, очень сильно похож. И, я так понимаю, это, наверное, детские саркофаги. Хотя вот этот совсем маленький. И во втором сзале, ребят, самый сохранившийся, это такие скульптуры. Это старые стеклянные сосуды. Это первый век до нашей эры. Это настолько дорого, да, написано. А где написано? Это настолько дорого, что это прям вау. Я думаю, тогда еще стекло не видели в первом веке до нашей эры. Да ладно, серьезно, что ли? Да это просто настолько тяжело было. Может, они пошутили, нет, что это первый век до нашей эры. Выходим в свои владения и идем дальше. И, конечно, ребят, классика, огромные амфоры. Ребят, и билет в это потрясающее место стоит 100 лир. А это выходной билет. Выходной билет. С этой стороны тоже очень даже прекрасно. Спрашивает Дениса нам налево или направо. Он сказал, следуй. Даже не знаю, как сказать вам. За выделениями естественными. Да, так и сказал, следуй за естественными выделениями. Ой, а тут... А, нет, я хотела сказать, тут тупик, ненормально все. Кошка-убежака по крыше. И вот он, лайнер чуть поближе. Мы пошли по набережной в левую сторону. По идее, здесь, ну, прям скоро-скоро конец набережной. Конечно же, как любой атрибут морского города, набережные рестораны. Ну, во всяком случае, в Турции. Это очень распространено. Красота, ребят, необыкновенная, конечно. Просто сидеть и любоваться. Все, как я люблю. Ну, мы сидим и бегаем, но я думаю, в будущем мы когда-нибудь будем сидеть просто и любоваться, и бегать. Конечно же, огромное количество сувениров всех возможных. Рестораны, обалденные. Там еще, посмотрите, статуя наверху стоит. А вот это, который, кассел, наверху, мы там были, оттуда снимали видео. И, конечно же, кошечка. Так, ого, это... О, обалдеть! Это Денис не заметил, ребят. Кулер. Кулер мечты. Очень красивое место. Уже камера, конечно, ночью так не передает. Немножко затемняет. Обалденное свечение сходит от кафе. Что-то волшебное. И тут какой-то, видимо, фонтан у нас работает. Но не сейчас. Смотрите, какая необыкновенная лодка с красным этим кабиночкой. Идешь, идешь. Не знаю, что ты идешь по достопримечательности. А идем мы, ребят, по улице. Баров, оказывается. Шоппинг-центр. Мы выходим из шоппинга-центра. А, не, мы входим в шоппинг-центр, ребят. Я-то думаю, что меня туда так манит. Смотрите, какой прикольный мигрос. Прям в порту. Очень необычно. Мы отдаляемся от шоппинга-центра, но туда еще вернемся. Тут такой канал. Маленькая местная Венеция. Ну, я так, на самом деле, все называю, что имеет реку. Очень много кошек. Судя по всему, здесь много рыбы. И мы топаем к своим апартаптелю. Видите, все так вкусно пахнет чем-то. И это как оречь. Это кишочки. Денис пробовал. Это кишки с потрохами. Может, их просто приготовили, мне кажется. Да нормально приготовили. Просто похоже на мясо. Даже не скажешь, что это кишки. Это прямо истинно турецкое блюдо, если кто-то хочет попробовать. Но я считаю донеро шурмы, искандера, кебабчиков. Дядя ловит рыбку. О, ребята, а вот Красная площадь. Мы не ожидали. Спокойно. Выходные. А когда у тебя рабочий день будет? Выходные. А сегодня выходные? Выходные. Здорово. Это мой любимый график. Сегодня выходные, а рабочий день никогда. Всем... А что я говорю, доброе утро, скорее всего, будет в середине видео? Ну да ладно. Мы как-то так снимаем. Вот. Вышли мы сегодня... В каком... В... Сейчас. Господи. Вышли мы в Марморисе. Вот, ребят. У меня немножко загрузка произошла. Что-то потерялось. И идем на рынок. Глубины Мармориса. Очень симпатичные улочки. Все в цветах. Такая маленькая застройка у нас. Невысокие дома. Два-три этажа. Караваны. Ты, кстати, дом не хочешь арендовать? Дом? Ну, на колесах. А, можно? Можно? Осталось только права в Турцию сделать. Наши уже эти просрочены. Мы снимаем историю. Скоро его не станет. Не знаю, вам видно, нет? Там очень красивая такая мозаика, видимо, в виде ковра. И очень красиво заплетен виноград. Жалко, что его смосят. О, еще одна речка. Или это все то же самое? Не-не, нам чуть-чуть вверх надо. Да. Так, и спасибо тем людям, кто написал, что это Бугенвилия. Да, по-моему? Ну, в общем, пусть будет Бугенвилия. Мы сегодня ни на какой рынок не идем, хотя Денис пока не видит. Хинкали, пельмени, хатипури. Вкуснотища. У нас в Антарии клубника последний раз было 15 лир, тут 40. Меня это очень сильно пугает. Ну, и тут местные, кстати, тоже покупаются. Но, я думаю, уже от безысходности, чем еще остается делать. Ребята, обнаружили сыр, сыр от 100 лир. Козий, да, он, по-моему? О, такой к нам привычный. Обычно в Турции такой, ну, редко как-то продают, во всяком случае, в Антарии мало. 480 лир, типа Моздам, да, или как-то. Какую я дряньку не покупаю у нас. Да, нет, и такие какие-то лепешки аппетитные, с шпинатом, наверное. Оливочки вкусненькие. Кстати, вот на оливки запустим, такая же. А, я не знаю, цены не вижу, такая же, такая же, где? А, 60 лир. Вот это, кстати, обычно горький, зелененький, маленький. 70 лир. Наши любимые, как всегда, рекомендую гриль, 100 лир. Ребята, вообще, мы искали вещевой рынок, но не нашли, поэтому показываем вам обочной. Очень вкусно, ничуть не жалеем. Где рыбина? Вот, смотри. Где? Да вот же. Куда? О, это искусственная. Или настоящая? Настоящая. Еще есть креветочки по 300 лир, рыбка. И, кстати, здесь также. Обалдеть. Вон, 240 лир лососички. Это очень вкусно, но тут прям уже совсем видно, что лавки для туристов, все выставлено, и цен нету. Так что заходим на сам рынок. Наши еще одну красивую лавочку на рынке, баклажаны сушеные, перчики. И там внутри всякое, всячина интересная. Вся, все начнем. Да, масло. О, можно на рынке Гюзлеме поесть. Давай, уходим, уходим. Я к Гюзлеме иду. Денис говорит, уходим, уходим, а я иду к Гюзлеме, как пекут. Интересно, что сколько. Сейчас узнаем. Отличительная особенность морских городов. Просто так, как у магазина припаркована чья-то яхточка. И мы идем на набережную. Из туров что предлагают? А что предлагают? О, кстати, надо узнать будет про Радос, да? Можно же в Грецию ехать. Ребята, интрига. Мы приближаемся к набережной Бодрома. Нам сейчас гулять не гулять, по-моему. Гулять не перегулять. По-моему, она 4 километра. Но есть еще рядом поселок Чмелер. Видео тоже будет отдельно. Обязательно выложим. И вот вместе с ним, если соединить набережную, она будет 12 километров, и это получается самая длинная набережная в Турции. Вот. Так вот. Это все, что я запомнила. Но хочу сказать, очень даже приятная. Особенно сейчас, пока не очень сильно жарко. Там основной центр, вот куда мы с вами смотрим. Там улица баров у нас, порт. Потом самая красота, такие белые греческие улочки там на горе. Где эта гора, кстати, не вижу. Крепость. Я вам рассказываю, я ее не могу найти визуально. Может, где-то она спряталась? Что можно сказать? Взяли на рынке сейчас клубничку в четверг. Вот 20 лир эта штучка стоила. Я не знаю, сколько она. Полкило, наверное. Ну, плюс-минус. Да, и воду. Сейчас, по-моему, будем есть. Только не здесь. А, да, Денис просил, только не здесь. На песочке помой. Наконец-то вкусная клубника. Хочешь попробовать? А вы мне оставите? Пока мои родственники отдыхают, мы с вами посмотрим пляж. Чуть-чуть поворачиваемся. Это пляжная линия. Немножко смущает наличие яхт. Не знаю. Вот. А вообще, тут у нас песочек такой твердый. Голуби. И вот такой вот заход в море. Ну, такой средненький. Песок, 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 песок. Так здорово, когда вот есть горы, можно видеть, как облачка плывут. Падает тень на горы. Очень даже приятная картина. Ну, сегодня у нас метрный вообще 2-3 дня, до которых мы здесь. Обещает ветер 14-13 метров в секунду. Поэтому Мармарис у нас получится весь ветреный. Пляжи. Здорово. Здорово на пляж. Да, детям нравится. Не знаю, потому что вода где-то, наверное, еще нет, наверное, 20 градусов даже. Ребят, это мы с вами были на центральном пляже. Сейчас чуть подальше пройдем. Там вроде бы какой-то другой пляж. Если по гугл-картам оживленное место, там больше людей купаются. Посмотрим, что там. Возможно, там все будет то же самое. Ребят, присутствуют такие городские велосипеды. В одном месте взял, в другом отдал. О, гляньте, ребят, по-русски. Вы можете арендовать через мобильное приложение. Обалдеть. А сколько? Нифига себе. А, нет, 20 лир 24 часа, да? А, нет, стоимость одного часа при использовании дольше 24. Стоимость одного часа в течение 24 часов 5 лир час, что ли? Да. Стоимость первого часа 0. Бесплатно, типа? Да, стоимость одного часа... Ничего. Стоимость... 150 лир. Еще дешевше, чем в отдале, что ли? Ну, это бесплатно, что ли? Я не понял. Ну, если один час, да. А что такое? А что, так можно? Стоянка. Блин, а в Израиле еще лет 10 назад было так дорого. Просто нереально, ведь, такие велосипеды. Ребят, по этой улице так и встречается магазин от Migros, Panty, Gratis, косметика, Panty, да, нижнее белье. Вот так, в общем, можно их ловить. Эти магазинчики. Мы заходим на какую-то VIP-набережную. О, магазин Mavi, тоже классные джинсы. Меня куда ни води, я везде в шопинг найду. Что это вы тут обсуждаете? Не знаю, что за кафешка, но мне уже нравится из-за бешеных фиолетовых цветов. Здорово. Ну, как всегда, у нас набережная, кафе. Все достаточно закономерно. Место, которое обязательно надо посетить, качельки с крылышками. Ну, как посетить? Нужно, придется доплыть. Да? Все, уже скоро практически подошли к этому пляжу. Но пока что пляжная линия точно такая же, как и была. О, кстати, вот эти самокаты тоже можно снять в аренду. Хотела назвать скутерами. Вау, как красиво. Ну, мой размер. Твой размер? Коктейль. Конечно же, рыбные ресторантики. С обалденным. Бело-синими. Мы все, идем, идем. Ребят, решили, может быть, до торгового центра дойдем. И, кстати, здесь есть два аквапарка, тоже в том конце. Но мы туда не пойдем, потому что особого желания нет. Просто знаете, что он здесь есть? Два. Торговый центр, но там таких суперсетевых магазинов нет. Поэтому сейчас просто внешне покажем, что сможете найти. Вообще, основной шопинг, я так понимаю, вот на улицах. Там, где катонулся, в акике, надо ходить собирать. Вот так, по чуть-чуть. Ну, если хотите сетевой шопинг. Если, конечно, какие-то частные лампочки, то можно и везде это купить. Все-таки не поленились, обошли. Называется Блумпорт. И вот, что тут представлено. Ну, из такого самого популярного, это Мигрус и Дойчман. А, мадам Куко еще постельное белье. Хорошее, вот. Все, что можно найти. Возвращаемся от той точки, откуда начали набережную. И сейчас нам нужно попасть аж вот тот в правый бок. Потому что мы вчера там недообследовали. Нужно это все дело исправить. Сейчас очень красиво. Не знаю, перед выборами или всегда тут украшено флагами. Выглядит супер просто. Мы фоткаемся. Там «люблю Марморис», наверное, написано. Что там написано? Марморис. А, Марморис, да. Нашли фонтанчик с дельфинами. Мне кажется, в каждом городе таком приморском есть такой фонтан с дельфинами. И, конечно же, иду к вам. Обзор детских площадок на всех курортах Турции. Это наше. Конечно, взгляд со стороны на этот пляж шикарный. За счет пальм, моря, бликов на воде. И такого ветра небольшого. Здесь у нас начинается уже такая набережная, основная часть. Именно без пляжей. Я так понимаю, рыбаку, наверное, да? Памятник. Сюда по всему. Из экскурсии такое, что основное. Это по Мухале. Эфес вот катаются куда-то отсюда. Потом Дальян. И еще самое интересное. Вы просто удивитесь. Но мы блогеры, видимо, года. Мы забыли паспорта. Ну, у себя дома в Анталии. Вот. А здесь можно как бы одним днем съездить на Грецию, на Радос. И еще несколько островов. Но вот именно с Мармариса разрешают здесь. Ну, однодневную визу под Пашинген ставить. Даже если все они едут. Я так радовалась, так радовалась, что мы поедем и съездим в Грецию. Что я забыла паспорта. Ну, как забыла. Ну, просто не взяли. Ребят, вернулись на набережную. Смотрите, увидели в этот раз баржу. И она перевозит огромнейший катер. Я первый раз такое, если честно, вижу. Тут обитает осьминог. Я говорю, как его пропустили. А Денис говорит, да, я его вчера видел. Вот. И мы нашли до того места, где повернули. Сейчас продолжим наш путь. Ребят, и на этом мостике, судя по всему, все фоткаются. Наверное, там очень красивый вид на яхты. И что-то вот, что на горе там желтое, я не понимаю, там цветы или это просто что-то, что-то другое. Просто деревья желтого цвета. Непонятно. О, знаете, ты чувствуешь этот запах креветок с чесноком? О, как вкусно. Мы хотели в даче в какой-нибудь ресторан классный найти поесть, но так и не успели, потому что уже с утра было не до этого. Может, здесь успеем. Завтра еще в Ачмиллер поедем. И посмотрим. И опять не успеем ничего. Сказать, здесь очень как-то прохладно за счет того, что все здесь, видимо, поливают зелень, цветы, пальмочки. Очень приятный такой шоппинг-центр. Не знаю, что здесь за магазин, но вижу вот Робертс кофе, ну, соответственно, кафешка, фонтан. Очень приятная зона. Очень вкусно, ребят, пахнет кофе. Тут рядом старбаксик. И куча-куча ботиков всевозможных, интересных. И банан. Ой, я думала, это настоящий банан, этот листья просто желтый. Показалось. Судя по карте, там впереди порт, откуда именно отплывает на Родос. Греческий тот самый остров. Красненькая яхта, как тебе красная. Очень красивая. Ты из тех, кто нравился именно красным? Ну, необычно. Все такие беленькие, синенькие, черные красные. Ага. Тоже для замолохи. Кроме нас тут вообще, по-моему, туристов ноль. Настя говорил, что ни одной кафешки нету, а одна есть, но пустая. Ребят, тут целая улица, целый город яхтенный. И огромный такой, я даже не знаю, как назвать его. Смотри, корабль называется BBC Архангельск. А, да, кстати, обалдеть. Привет Архангельску. Мы, что-то дальше, это когда оказывается, здесь ты, ты, как оказывается, спидаешь в улице, пойдемте сходим. Потому что я на Бали. Ты еще не на Бали. Еще в Турции. Это Бали в Турции. Он корабль называется Бали, если что. А, Белла, как туда люди попадали, мы дошли, тут я думала, можно ли пройти или нет, но там просто вода. А вон Марморис Ародос Экспресс. Вот как раз, который на Родос ездит, корабли. Ну, скорее всего, он куда-то проплывает. Куда люди попали? Не знаю, отсюда вроде по гугл-картам, отсюда куда-то отправляются. Но только в заборах нигде не было. Через забор лезут, как раз. А может, вот это открывается? Ну, тут нету ничего. Ну, опасненько, опасненько. Тут как бы и нет ничего такого. Значит, Таша, вы посмотрите. И правда, как они туда забирают? Как они туда забирают? Смотри. Мне этот прям больше всем понравился кораблик. Красивый такой. Вот так вот. Вот так вот. Ну, я так и понял. Марадос. Пока гуляли, вы видели, здесь погружают такой красивый красный корабль. Ну, видимо, очень старый. Уже не знаю, каких годов. Интересненько, конечно. Можно даже прочитать, что у нас там за кораблик. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, ну отсюда не вижу, но посмотрю. А, вон кролик и правда под машину упрыгал. Ну-ка, слушай, это заяц. Нет, кролик был. Да, реально кролик. Он под машину залез. Свежий. Свежачок. Слушай, ну это, наверное, из-за того, что бар где есть. Ну, я не знаю, он куда спрятался. Вот он. Ребят, тут у нас яхта с охранным псом. И яхта, кстати, на продажу. Я не знаю, с песиком продадут или нет. Ты тебя не охраняйся. Ладно, уйдем, а то вдруг там кто-нибудь спит, отдыхает. Все, мы с вами сделали огромный крюк. Мы аж были где, вот, где там желтые подъемники, еще туда левее-левее. И вернулись в город, так сказать. Здесь уже течет жизнь. Побольше, чем там. Там вообще практически никого нет, как вы видели. Кисы думают, что мы что-то дадим, а нас ничего нет. Киски правят миром, судя по всему. Мы возвращаемся на наш мостик. Уже закат. Я вспомнила, я же хотела опять на фонтаны. Сейчас смотрим на лицо Дениса. Мы сегодня еле что-то выдержали. Сегодня такой тяжелый день был. Ребят, мы попали на праздник. Там велопробег. Как же вам показать? Вон. Ой, велопробег, господи. Мотоциклы просто проехали. Что-то все сигналят. Сегодня 19 мая. Вообще, по идее, в 9 часов вечера должны быть шоу поющих фонтанов. Не знаю, ребят, будет, не будет. Мы предыдущие несколько дней просто были в отрубе в 9 часов вечера. Но в плане того, что мы где-то гуляли-гуляли, приходили позже. Уже было не до этого. Ребята, водопад тоже ночью выглядит совершенно по-другому. Решили идти посидеть еще полчаса до этого шоу. В Брюгер Кинге, в башне. Очень интересно, конечно, у него место. Вот, и вроде-то никого нет. Хорошо. Ребят, напоминаю, что я на диете. Какую большую, смотрите, сделала. Слушайте, а брауни у них какой-то странный. Почему? Это обычно брауни? Ну, не, в России обычно он как это, так, с суфлешкой. А тут, видите, в такой этой. Ну, было, во всяком случае, раньше. Может, сейчас тоже переделали. А где киска? Сейчас она съест. Она прям аж сюда лапами вставала. Ой, я боюсь, она сейчас прыгнет. Вот она. Ой. Ничего себе, по лапам как бьет, а? Мы взяли герземешку. По ходу дела она с мятой. Во всяком случае, имеет мятный вкус. А тут много куда мят добавляют. Да. Какую-то штуку, типа бюрека, не знаю, какая-то булка. С чем-то. Что-то с чем-то, даже не знаю. С чем просто тут в магазине с соседним взяли. На вокзале. Надеюсь, мы доедем. Ну, у вокзала. Ребята, вижу такой впервые столик. Прям как у порт-проводников полноценный. Там кофеек. Водичка. Что-то бликивает, да? Немножко. Смысл? Там сирень. Что значит? А, три года не видел. Пошел спросить, сколько чешны стоит. Я не знаю. Вроде где-то вообще тут... Ну, на трассе. Далеко, скажем, от цивилизации, а цена дороже, чем на курорте. Представляете, три года не видели сирень. Сколько объездили регионов, тоже не видели сирень. А тут где-то по трассе из Мармориса в Анталии увидели. Ребята, прежде ехали домой. Сразу свадьба. Нас встречают. Такая веселуха. Все ура дома. Родные просторы, да? Ой, что-то задумалась.